По итогам заседания Совета будет принят пакет предложений для рассмотрения на федеральном уровне. Регионам необходимо обеспечить своевременную и эффективную реализацию адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В понедельник же Михаил Бабич и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в закрытом режиме проведут совещание по предупреждению межнациональных конфликтов и обеспечению правопорядка в местах компактного размещения национальных анклавов. Как оградить молодежь от наркотиков и как вернуть к полноценной жизни тех, кто страдает этой зависимостью? В Думе правительства прошло заседание антинаркотической комиссии, на котором обсудили вопросы тестирования школьников и студентов вузов. В этом году выявлено 378 подростков, которые употребляли наркотические средства. По словам заместителя министра образования Светланы Петровой, это больше, чем в прошлом году. Одной из мер борьбы с распространением наркотиков среди школьников и студентов в ведомстве считают тестирование. В прошлом году мы провели более 4000 педагогическое тестирование. На основании наших данных уже министра в соцразвитии провел медицинское тестирование среди 3022 обучающихся учреждения профессионального образования. Охватили в целом 7% от общего числа студентов, обучающихся в дневной форме. Выявлено три, фактически выявлено три потребителя наркотических средств. Еще одна группа риска, отбывающая наказание лиц, освободившиеся из мест лишения свободы. Как показывает практика, это наиболее проблемная категория лиц. Тут и употребление, и распространение, и изготовление наркотических средств. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской республике вынуждено констатировать. Ситуация сложная. Судили ситуацию с проникновением в Россию наркотиков. Сотрудник Государственного антинаркотического комитета Андрей Побережнюк рассказал, что сейчас открыты границы с Казахстаном, и оттуда может склонить поток афганского героина. Важная задача для наркополицейских – остановить этот трафик. У нас границы с Казахстаном практически открыты. Все оборудование и контрольно-пропускные пункты не работают. Виктор Петрович вышел с предложением к граничной службе усиление контроля, связанное с пропуском иностранных граждан на Российскую Федерацию, оснащение техническими и иными средствами контрольно-пропускных пунктов с целью, еще раз повторюсь, недопущения ввоза афганского героина на территорию Российской Федерации. Он предложил въезжать иностранным гражданам среднеазиатского региона только по заграничным паспортам. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика.